Скука Скука означает, что в некоторой степени вы ищете смерти. В какой-то степени вы говорите, что жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Вот что такое скука. Нет, не так. Мне всего лишь стало скучно на 10 минут. Да, в эти 10 минут вы в поиске. Вам необходимо понять, что это тело, весь механизм построен таким образом. Люди будут говорить, научное ли это описание или не научное, ничего. Но это правда. Я не знаю, научное ли это описание или нет, потому что оно становится научным только после того, как получает подтверждение при лабораторных опытах. Жизнь не происходит в лаборатории, если только вы не поймали лабораторную крысу. Жизнь происходит по-другому. Это очень важно. Ваше сознание, то, как вы думаете, чувствуете и как смотрите на жизнь. Все это послание, которое идет ко всей структуре. Насколько крепкой, цельной, чувствительной и какую возможность она будет представлять, зависит только от того, какое послание идет к этому в каждое мгновение жизни. Потому что все это управляется определенным программным обеспечением. И если вы плохой разработчик программ, тогда за день вам бывает скучно по пять раз. И каждый раз длится 10 минут. В эти 10 минут вы говорите, жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Сообщение отправлено. Повсюду. И жизнь, физическая жизнь, которой вы являетесь, приходит в замешательство. И одно из этих сообщений может пригласить вирус. Он же хочет умереть. Почему бы тебе не помочь? Или может еще что похуже. Очень многие люди постоянно создают такое. У них нет одного большого «да» жизни. Но на своем опыте они осознали, что нет смысла противиться тому, что буквально является источником жизни. Нет смысла противиться этому. Нет смысла говорить жизни «да» и «нет», «да» и «нет». Только одно большое «да». Только «да» и «да». Если «да» и «да», тогда все просто. Вы должны стать стопроцентным «да» жизни. Когда вы говорите «мне скучно», вы говорите «нет» жизни. Когда вы злитесь, вы говорите «нет» жизни. Когда вы чувствуете уныние, вы говорите «нет» жизни. Когда у вас депрессия, вы говорите «нет» жизни. Когда вы отчаиваетесь, вы говорите «нет» жизни. Вы продолжаете «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Тогда оно в замешательстве. Психология займет вас на всю оставшуюся жизнь, потому что это стало проблемой. Смысл в том, чтобы стать на 100% «да» таким образом, чтобы вы могли отложить это в сторону. Вы можете отложить это тело и ментальный механизм в сторону, использовать их как платформы, чтобы искать большие возможности жизни. Но сейчас «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Это само по себе становится проблемой на всю жизнь. Активность тела и чепуха ума занимает людей на всю их жизнь. Время стать «да» жизни на все 100%, потому что так вам откроются возможности жизни. Иначе «да», «нет», «да», «нет». Жизнь не знает, хотите ли вы жить или нет. Потому что она прислушивается к каждому сообщению от вас. В конце концов, она уже не сможет понять, чего же вы все-таки хотите. Дайте ясно понять. Всему, что сейчас работает здесь, что вы на 100% «да» для жизни. Но мне скучно с моей семьей Садгуру. Я им сочувствую. Они не жалуются, но, должно быть, страдают. Если вам скучно, я уверен, вы выражаете это во всем. Вам не нравится еда, вам не нравится то, это. Вы будете кричать, стонать и делать разные глупости. Должно быть те, кто рядом с вами страдают, потому что вы не знаете, как справиться за своей глупой драмой. Каждая частичка жизни на этой планете жаждет стать полноценной жизнью. Проблема человека в том, что мы знаем, каким должна быть полноценная кокосовая пальма, каким должно быть полноценное дерево манго, мы даже знаем, каким должен быть полноценный павлин. Но мы не знаем, что значит быть полноценным человеком. Пришло время исследовать это. Вирус дает вам на это время. Редактор субтитров А.Семкин